Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наш курс по 1S ERP. Сегодня у нас седьмая лекция. Мы говорим о требованиях к блоку управленческого учета. Мой горячо любимый слайд. Я не буду повторять его описание. Второй слайд и третий слайд. На третьем слайде мы немножечко остановимся. Почему? Потому что к упору учета у нас относится вот это вот, вот этот вот и вот этот вот квадратик. Это всего три квадратика. Итак. Из чего классически состоит управленческий учет? Ну, во-первых, из какого-то костинга, директ-костинга, таргет-костинга или еще какого-то костинга, да? Ну, здесь надо просто понимать, что все эти костинги, они построены на системе по статейному учету. Первым был директ-костинг еще в 30-х годах, 20-го века разработанный. Плюс с центрами формирования этих затрат, с источниками. Соответственно, система должна нам позволять заводить статьи доходов, статьи расходов, с центрами формирования этих доходов и расходов. С источниками, центрами, как угодно называйте. Следующая система должна нам позволять формировать себестоимость, да? Плюс, я твердо убежден, что особенно для производственных компаний, это актуальная система должна нам позволить формировать себестоимость в трех разрезах. Это разрез полной себестоимости, разрез себестоимости по спецификации, разрез себестоимости цепи поставок. Обращу вас внимание, если у нас внедрен статейный учет, система его поддерживает, то по большому счету проблем никаких нет, потому что система автоматически сформирует вам один из трех вариантов себестоимости, а оставшиеся два вы сами будете конструировать путем либо добавления затрат по каким-то статьям, либо, собственно, отнять эти затраты с полученной цифрой. Дальше. Система должна позволять вести бюджетирование. Ну, бюджетирование, собственно, тема уже многократно известна и избита. Это БДДС, это БДР, это бюджет движения денежных средств, это бюджет доходов и расходов. Ну, и система, конечно, должна позволять осуществлять казначейские операции. Почему? Со знаком вопрос. Потому что казначейство, он относится то к управленческому учету, то к регламентированному. Я пока даже не знаю, куда его тут, честно говоря, отнести. Я его отношу к управленческому, но кому нравится, можете отнести к регламентированному. Казначейство – это не что иное, как движение денежных средств. То есть, это приход денежных средств в компанию и уход денежных средств из компании. Все это должно, опять же, сетям и поддерживаться. Должна быть возможность сформировать заявки на расходные денежных средств, выгрузки в банк с этими, оплаты и так далее, и тому подобное. Благодаря, опять же, существованию клиент-банку, то все вот эти выписки с выгрузками должны быть не просто абстрактными, а должны иметь возможность автоматически выгружаться в банк. Собственно, и загружаться из банка как поступление. Если всего этого нет, то ваша система не поддерживает управленческий учет, к сожалению. Без чего можно жить? Жить можно без бюджетирования. Работать без первого, второго и четвертого пунктов невозможно. Вы не сможете работать без казначейства, потому что если деньги не будут поступать в вашу компанию, вы не сможете элементарно заплатить людям зарплату, оплатить это вашим поставщикам, потому что ваши поставщики точно уже работают в учетной системе с клиент-банком. В 2018 году, в ноябре, когда пишется это видео, другого варианта, в принципе, уже практически никакого нет. Что касается себестоимости, если у вас не будет себестоимости, то, соответственно, у вас не будет никаких отчетов по финансовому результату вашей компании. Вы совершенно не будете понимать, в плюс вы работаете себе или в минус, не будете понимать, собственно, сумму вашего финансового результата. Если вы сформируете только одну цифру себестоимости, то ваш финансовый результат, конечно, получится. допустим вы сформируете себестоимость по спецификации ну 20 25 счет получается и что то есть мы получите в эту цифру а понять собственно откуда вот эта цифра власть да вот у нас там мы произвели подъемник электроподъемник стоит 2 миллиона вот полная себестоимость 2 миллиона а по спецификации сколько он стоит по спецификации стоил 300 тысяч а пока он прошел через все логистику через и поставок ну сколько то есть пока он стал доступным продажи обратите внимание то есть это есть себестоимость производства чистая себестоимость производства то есть по спецификации туда нет затрат например на доставку материалов к производству нет затрат на логистику нет затрат на хранение нет затрат на таможню тогда в результате там затраты по цепи поставок стали уже не 300 400 тысяч а откуда миллион 300 миллион 300 это до полной себестоимости то есть это наши коммерческие затраты наши управленческие затраты жутко когда эти затраты превышают затраты по цепи поставок надо задавать очень много вопросов вот такая история на самом деле повторюсь это важнейший блок данные которые формируются в рамках этого блока критичные для именно менеджмента компании особенно для высшего менеджмента компании совет акционеров и собственников если они этих данных не получают из внедренной вами учетной системы то значит ваше внедрение было абсолютно не успешным ну либо она пока еще просто идет и не закончилась эти ваша система в принципе этого не умеет делать вы точно провалили